Цифробес в каждый дом. Если нет времени разбираться с Veracrypt и прочими Boxcryptor, зайдите на HAT. Хотя лучше бы, конечно, разобраться, но и HAT под рукой неплохо иметь. Займемся шифрованием. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Итак, все, что касается шифрования перед вами. То есть этого достаточно, чтобы зашифровать файл на вашем компьютере или в облаке с ударением на слове «надежно». Выберите файл, введите пароль, получите зашифрованный файл. Приложение бесплатное, с открытым исходным кодом, кроссплатформенное, точнее вообще внеплатформенное, потому что работает в браузере. Единственный недостаток — нет русской локализации. Но приложение настолько простое, что незнание английского не является препятствием. Одна из важных особенностей — никакие ваши файлы не отправляются на сервер. Все шифруется на вашей локальной машине. То есть это не онлайновый сервис для хранения секретиков, а вполне себе программа для оффлайн-шифрования, поскольку для работы интернет не нужен. Давайте уже наконец покажу и в процессе про остальные достоинства и недостатки. Выбираем файл либо так, либо drag and drop. Можно закидывать сразу несколько файлов. Здесь их можно удалить из очереди на шифрование, либо добавить какие-то еще. Выбрали файлы. Next. Ввели пароль, либо можно использовать пары ключей. Об этом позже. Что касается паролей. Можно использовать свой, либо тут есть генерация паролей. Пароль здесь можно не копировать, дальше еще будет возможность это сделать. Все. Дальше. И зашифровать. Кстати, удобно, что тут есть кнопка назад. То есть если вы подумали, что надо бы добавить сюда еще файлов, всегда можно вернуться. Encrypt. Файл сохранен. И вот тут, собственно, можно скопировать пароль. Так, вот файл. Один. Это значит, он создает какой-то архив. Естественно, он не открывается. При просмотре выдает тарабарщину. Обычный зашифрованный файл. Соответственно, когда вам понадобится его расшифровать, нажимаете decryption. Вводите пароль и сохраняете. Не сохраняете. А почему? А потому что вот. Сейчас разверну экран. Браузер заблокировал возможность скачать несколько файлов. Это надо разрешить. В данном случае я работаю в Chrome. Ну, в принципе, он работает, наверное, во всех браузерах. Не только в Chromium Base, но и в Safari, то есть в macOS и, скажем, в Brave на мобильном. Но там есть ряд ограничений. Ну, в общем, сохранили, но сохранили один файл. Потому что и зашифровали один файл. Не создает он никакого архива. Просто у меня браузер заблокировал попытку добавить несколько файлов. Я ее разблокировал, а теперь все работает. Смотрите в адресной строке всякие восклицательные знаки, если у вас работать не будет. В разных браузерах разные настройки безопасности, а значит решается это индивидуально. Все. Значит, закинули несколько файлов, зашифровали. Он шифрует их по одному. Тут, кстати, есть небольшой недостаток. Head не скрывает сам факт шифрования. Типа как Veracrypt, когда программа его маскирует. Если вы введете неверный пароль, Head напишет, что это неверный пароль. А если добавить незашифрованный файл, Head напишет, что это незашифрованный файл. Более того, он сохраняет незашифрованным название файла. Имейте это в виду. Ну и удобно, что расшифровывать файлы можно не по одному, если они зашифрованы с одним паролем, а прямо с топкой. Так, с шифрованием по паролю разобрались. Это в том случае, если вы шифруете файлы для себя на локальной машине или в облаке. Теперь про работу с ключами. В случае, если вы кому-то хотите отправить зашифрованный файл, шифрование по паролю не годится и надо использовать пары ключей. По умолчанию тут пасворд, паблик надо включить. Можно использовать ранее созданную в Head пару, а можно чуть ли не для каждого обмена файлами генерировать новую. Открытым ключом нужно будет поделиться с получателем, приватный хранить как зеницу око. Ну давайте по порядку. У вас есть пара ключей. Вы их где-то сохраняете. Далее тут в принципе написано, я с этим запутался и потратил час на эксперименты, поэтому просто смотрите, что тут написано. А написано тут, что сюда надо вставить открытый ключ получателя, который он вам заранее должен был прислать. Я тут сгенерировал две пары, предполагается, что отправляю файлы Алексею. Соответственно, вот его открытый ключ. А сюда нужно вставить ваш приватный. Я Вова, вот мой приватный. Готово. Вшифруем файл, отправляем файл и свой открытый ключ. Можно нажать на эту кнопку, он сгенерирует ссылку с вашим открытым ключом и отправить ее получателю. Потому что для того, чтобы расшифровать файл, получатель, в нашем случае Алексей, должен ввести уже открытый ключ отправителя, то есть ваш, и свой приватный. Вот публичный Вовы, а вот приватный Алексея. И расшифровать полученный файл. Таким образом, приватный ключ по сети не гуляет, он остается у вас. По сети гуляет только файл. И если злоумышленник его перехватит, то он ничего не добьется. Поскольку шифруются файлы по алгоритму Xch20. Почему-то разработчики выбрали его, а не старый проверенный AES-256. Но на безопасности это никак не сказывается. Дешифровка практически невозможна. Xch20 более поздний алгоритм. Его используют, скажем, Google и Cloudflare. Ну и резюмировать можно тем, что Head не понравился с ударением на слове очень. Не знаю, почему они логотипом выбрали пиратскую шляпу. Все-таки шифрование, защита скорее противоположно нападению, а пираты это больше именно про нападение. Но возможно сейчас все стало с ног на голову и если ты защищаешься от всевидящего ока, то ты изгой, пират и так далее. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и любите друг друга. Субтитры сделал DimaTorzok